То, что бои разворачиваются на информационном поле, это уже свершившийся факт. Международная Федерация Хоккея не смогла противостоять политическому лобби и перенесла чемпионат мира из Минска в другую страну. Так сегодня решил Совет Международной Федерации Хоккея с шайбой. Рассматривать это решение с точки зрения логики едва ли возможно. За три с половиной месяца до старта Беларусь, которая готова хоть завтра принимать форум, лишилась праздника спорта. А скорее всего праздника спорта лишился весь хоккейный мир. Все прекрасно знают уровень организации в нашей стране спортивных мероприятий. К слову, в Швейцарии никто даже не пытается скрыть. Политически ангажированные решения с отменой хоккея в Беларуси продавили европейские политики, а факты добросовестного выполнения контракта белорусской стороной даже не принимались во внимание. Сложно сказать, кто окажется в проигрыше в данной ситуации. Ведь еще ни разу в мировой истории отмена спортивных событий не влияла на смену политического строя в отдельно взятой стране. А вот хоккей, Международная Федерация потеряют. Это точно. В прошлом году последняя уже несла убытки из-за пандемии и отмены форума. В нынешнем, даже если коронавирус позволит играть, вряд ли много заработаешь в стране, которая еще даже не знает о дополнительных обязательствах. В конце концов, восстановить доверие в отношениях будет очень сложно. Кажется, глава Федерации Ирина Фазель понимает все это, но не может ничего поделать. Политики в спорте ведут себя агрессивно. Тема проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею еще несколько месяцев назад приобрела ярко выраженную политическую окраску. Ситуация не новая. Нечто подобное было и в преддверии планетарного форума в 2014-м. Тогда, несмотря на усилия депутатов Европарламента, соревнования в Минске удалось отстоять. И они прошли на ура. Рекорд по телесмотрению, рекорд по посещаемости. А общую незабываемую атмосферу праздника, кажется, запомнил каждый зарубежный гость, который посетил нашу страну 7 лет назад. Конечно же, те эмоции многим хотелось повторить. Поэтому Беларусь вместе с Латвией на Конгрессе выиграли право проведения чемпионата мира у статусной и титулованной в хоккее Финляндии. Заметим, главные матчи планировались на Минск-арене. Очевидно, как партнер ИИХФ, наша страна выполнила все свои обязательства. И уж точно делала это лучше и ответственнее многих. Чего стоит хотя бы тот факт, что оргкомитет возглавляет глава правительства. В интервью телеканалу «Россия-1» президент в очередной раз об этом напомнил. А как вы считаете, все-таки чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске? Есть шанс? Мы особо не паримся. Пройдет, пройдет, не пройдет, не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить. А Рены готовы. Вот тренировочная. Это канадская площадка. Глава Международной Федерации Рене Фазель ценит все то, что сделано нашей страной для развития хоккея. И понимает, варианты переноса форума или его отмены повлекут финансовые потери. Поэтому Фазель лично приехал в Минск, чтобы получить гарантии безопасности для участников. И он еще раз их получил от Александра Лукашенко. Сумеет Федерация Хоккея Международная устоять против несправедливого давления. Значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, ты прекрасно знаешь, в Беларуси мы проведем чемпионат мира. И это будет лучший чемпионат мира в истории. Я думаю, ты в этом абсолютно убежден. Если Федерация Международная Хоккея не справится с давлением в отдельных политических кругах, в отдельных странах, ну, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас. Спорт должен объединять народы, а не разъединять. И он должен быть, насколько это возможно, вне политики. Фазель уехал. Как показалось, он остался доволен результатами визита. Однако за прошедшую неделю оппоненты действующей власти сделали все возможное, чтобы давление усилить. В ход пошли грязные технологии. Диванные войска через подставные аккаунты забросали ИИХФ жалобами и оскорблениями. Не веди себя, как грязная крыса, мистер Фазель. Понятно, что ИИХФ руководствуется исключительно деньгами, а не репутацией. Рене Фазель – коррумпированный чиновник, готовый на все ради кровавых денег. ИИХФ и Рене Фазель – позор вам. Белорусы требуют прекратить ваше лицемерие. Вы наивный и коррумпированный. Прошу вас исключить Беларусь из числа принимающих чемпионат мира по хоккею 2021 года. Сам Рене Фазель после визита в Минск почти ежедневно давал интервью. Оправдывался, подчеркивая, давление стало беспрецедентным. Одни грозили бойкотом, другие требовали отмену. Прямым текстом швейцарец называл тех, кто особо постарался. Мы оказались под большим политическим давлением. Мы знали, что перед нашим визитом в Минск за неделю до этого Белорусский спортивный фонд написал письма спонсорам ИИХФ, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны. Спонсоры-партнеры Международной Федерации никак себя не проявляли до прошлой недели. И вот как по команде стали сыпать заявлениями. Мол, если турнир оставят в Беларуси, мы прекращаем сотрудничество. Кажется, это единение можно объяснить еще одной цитатой из интервью Фазеля. Я понял, что реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезная, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Я скажу, что тут больше дела в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее. И сегодня Совет ИИХФ все же забрал у Беларуси право проведения чемпионата мира. Международная Федерация Хоккея слишком слаба и зависима в противостоянии с европейскими политиками. Вот и не выдержала давление. География хоккейных чемпионатов и так не слишком широка. А политические решения делают ее еще уже. Можно только представить уровень наспех подготовленного чемпионата в стране, которое только сейчас, за 3,5 месяца до часа икс, возьмет дополнительные обязательства по проведению форума у себя. Да еще и в период пандемии. Но такова современная жизнь. Хоккей вынужден поражать собственные ворота, потому что не может ослушаться политиков. Николай Стулова, агентство теленовостей.